у меня есть две новости первая ух я сколько там 5 4 года назад даже поверить в это не могла и что вы думаете сижу перед вами с посылкой от youtube закрываем ножницы обязательно потому что дети ножницы это не игрушка я боюсь на так вы первые все ой ой тут сообщение сначала но они так конечно не запарили здесь даже моего имени нет немножечко обидно я увидела ее в этот в экран здесь написано мое имя девочки она такая приятная тут видно тут написано мое имя а для 2 мне нужно секундочку дайте у на моменту я доделала кардиган здесь очень длинные рукава потому что это кардиган ливи мне кажется что он вышел очень 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 красиво всем привет меня зовут полина если меня не знаете то приятно познакомиться если же вы меня знаете то мы с вами не виделись целую неделю и это срок в общем да у меня на канале где-то недели две или три назад и стукнуло 100000 я в шоке до сих пор это для меня очень очень шокирующая информация честно я не понимаю вообще что происходит и реально ли все это вообще в моей жизни сейчас но это очень приятно по моим ощущениям я буквально месяц назад записывала видео о 50 тысячах и вот я здесь здравствуйте как дела я очень долго думала как мне в принципе все это действие типа отпраздновать я поняла что каждый раз когда вы спрашивали что вы хотите чтобы я для вас сняла вы меня просите болталки и вот я здесь я снова отвечаю на ваши вопросы несмотря на то что я в пяти секундах от выгорания говоря о выгорании я могу сказать что оно происходит в принципе по одной и той же причине а именно из-за того что моя деятельность достаточно нестабильная я достаточно часто сталкиваюсь с выгоранием или вот этим вот пред выгорательным этапом я не знаю как это объяснить но знаете вот тот момент когда вы куда-то бежите или что-то делаете и в какой-то момент у вас голове просто мысли что кажется я сейчас выгорю вот с такими сталкиваюсь очень часто последнее время и помимо этого естественно у меня появляются какие-нибудь сомнения мысли в стиле а для кого я все это делаю а в чем смысл жизни я научилась справляться с выгоранием по большей части благодаря психотерапии а если вы тоже часто сталкиваетесь с выгоранием или бессилием то на сервисе ясно есть более тысячи тщательно подобранных специалистов готовых вам помочь заниматься можно где угодно и с абсолютно любого устройства и с абсолютно любым фоном то есть вообще не важно что там у вас это я тут понимаете огонечки для вас зажигаю а там важно лишь то что у вас вот здесь используйте мой промокод привет полинка при регистрации который дает 20 процентов скидки на первую сессию ну а ссылка на ясно будет описание и так я выписала все интересные вопросы себе в отдельный ежедневник и в принципе раз уж этот ролик по большей части посвящен тому что вас сто тысяч сто четыре уже я до сих пор не могу в это поверить я таки решила ответить на этот очень частый вопрос и вообще не знаю почему он у людей возникает но как-то начала снимать видео я погуглила саму себя и увидела что первые видео у меня на канале датируется четырьмя годами назад если так вообще говорят по-русски написано что четыре года назад я выложила первое видео но я до сих пор уверена что это началось где-то лет пять назад если даже не шесть я вообще извиняюсь за такие страшные числа но я со стажем знаете ли я уже как бы не молодая не первого сока увы и ах я очень много видосов скрыла со своего канала потому что у меня во первых появлялись люди которые я не хочу чтобы вообще в принципе как-то ассоциировались со мной с моей деятельностью с моей жизнью и вообще были моих видео и были очень кринжовые видосы не то чтобы я как бы тот человек который прям вот в запой пересматривать все свои видео но иногда когда я что-нибудь пересматриваю просто чтобы немножечко по ностальгировать есть видосы которые я могу смотреть а есть видосы которые я вообще никак не могу смотреть ну то есть если вы например захотите меня как-нибудь не знаю пытайте вот эти видосы были бы идеальной пыткой и я начала снимать по большей части просто потому что это было по фану тогда еще была эра вот этих вот тегов десят фактов обо мне как вы хорошо знаете друг друга Короче, очень много было всякой такой хрени И я такая, ух ты Интересно И, в общем, как-то так все совпало, что я все снимала И мне очень нравилось Это просто пошло дальше И я особо не останавливалась никогда На самом деле, самое сложное, мне кажется, в ведении какого-то блога Это начинать, потому что у нас у всех вот эта стигма Что как только я начал, у меня сразу должно быть миллиардное количество просмотров и так далее Мне кажется, что насильно себя заставлять что-то делать Что-то снимать или там вести какой-нибудь блог Неважно, где абсолютно уходить потом Потому что ты понимаешь, что тебя расстраивает Что тебя никто не смотрит И потом обратно возвращаться, надеясь, что тебя просто вот так вот будет смотреть Ну, так не будет И я помню, что я просто смирилась Что я такая, ну, я, ну, как бы не популяр Ну и ладно Мне просто нравится И я заливала, заливала Мне очень нравилось Я снимала Узнавала, как монтировать Узнавала, как красить видосы Не то, чтобы у меня сейчас хорошо получается красить видосы Но это мы опустим Потом у меня было вот это взрывное видео про ЕГЭ Которое вообще неожиданно для меня взорвалось Потому что, когда мы его снимали Мы просто угорали Но это никогда не было фишкой того Что я просто хочу очень много денег Я, конечно, и хочу Я никогда не думала, что мне что-то может приносить Тот же Ютуб или Инстаграм И я помню, что после видео, по-моему, про ЕГЭ Когда у меня стукнуло 10 тысяч на канале Я себя начала чувствовать чуть-чуть расслабленнее И даже начала анонсить видосы в Инсте И, в принципе, говорить о видосах в Инсте Для меня это было супер странно Потому что, по большей части, вся моя, хоть небольшая, но аудитория Она была на Ютубе И я всегда боялась, что надо мной будут смеяться Но потом я что-то настолько, видимо, оторвалась от мира Что я такая Смейтесь Мне пофиг И что вы думаете? Где они, где я? В принципе, зачем я все это рассказываю? Только для того, чтобы вы осознали и поняли Что если вам нравится что-то делать То не стесняйтесь показывать это миру И если над вами кто-то смеется, например Или что-нибудь, какие-нибудь шуточки пускает в ваш адрес То это они дураки, а не вы Также много вопросов получала о кардигане И один из самых смешных вопросов был Где я купила кардиган? Я его связала И раз уж я его связала То следующий вопрос Как я его связала? По каким-то схемам? Или по каким-то урокам? Если набрать в интернете на английском языке Вязанный кардиган У вас будет очень много видео с туториалами И вы можете выбрать любой вам понравившийся Потому что там вообще сотни вариантов И того, как он выглядит И того, в каких он расцветках И так далее, и так далее, и так далее Я просто совместила все практики Которые я увидела И совместила их в голове так, как мне бы нравилось И так, как хотелось Илье Потому что носить кардиган Илье Поэтому мы как-то все это вместе совместили И от этого уже отталкивались Поэтому, ребята, серчьте Если вы что-то хотите научиться делать Не обязательно для этого кому-нибудь платить Или кого-нибудь о чем-нибудь просить Иногда просто достаточно открыть компьютер Или ящик, как его называет мой папа И в этом ящике будет очень много всего интересного Я вам обещаю По поводу пряжи У меня осталась этикетка Вот такая суперская пряжа Единственная в ней проблема Что она, конечно, короткая То есть здесь всего лишь 250 метров Ну, в моем понимании, это мало Мне нравятся большие клубки То есть я сейчас стараюсь смотреть на подобные пряжи То есть их сразу много в одном мотке Здесь 400 плюс-минус 24 метра Я человек тревожный И когда моток очень маленький, я начинаю тревожиться, что мне ничего не хватит Косячу И после этого распускаю И со слезами на глазах вяжу так, как надо было вязать Но все равно переживаю за моток Поэтому я как бы себя берегаю от всяких стрессов И покупаю теперь большие мотки и пряжи Раз уж мы заговорили о вязании То следующий вопрос будет в стиле дудя То бишь блиц Крючок или спицы Я голосую пока что за крючок Но я собираюсь учиться вязать спицами Потому что очень много всего я не могу сейчас сделать в том виде, в котором бы я хотела Просто потому что я не умею вязать спицами И это меня расстраивает Нужно расширять свой скилл Откуда берешь идеи для вязания? В первую очередь Pinterest И Pinterest это находка, мне кажется, абсолютно для любого человека Потому что там есть все Я, конечно, прекрасно знаю, что есть еще Tumblr Который для меня слишком сложный Извините, я бумерка Еще есть какие-то сайты Я даже не помню, как они называются Но они для меня тоже какие-то очень непонятные и неудобные Мне нравится Pinterest Еще на днях произошло событие, которое меня очень сильно обрадовало Бабушка мне отдала свои журналы и книги по вязанию Не все, конечно, но мне кажется, одну 55-ю часть И я в восторге И я жду, когда она мне отдаст следующие Потому что я эти уже прочла Это первый журнал Кассито Я не знаю, как правильно, честно, извините Это эстонский журнал по вязанию Его просто... Во-первых, он супер красивый Но здесь такие развороты невероятные Просто, просто прекрасно Это выглядит очень красиво И этот же журнал только в другом альбоме Они называются еще Альбомы Я просто... Я в восторге Я их листаю просто вот с вот такими глазами Потому что мне очень нравится И еще не могу не поделиться вот этой прекрасной книгой Ручное вязание Здесь и про спицы, и про крючок Я это все буду использовать, когда буду вязать спицами, мучиться Если у вас вдруг тоже есть какие-нибудь старые журналы, которые вам не нужны Я с радостью их приму Напишите мне в Инстаграм, пожалуйста Спасибо большое Как перестать скакать с одного увлечения на второе, не доделывая первое? Я страдаю этим очень сильно Потому что я в целом в ответ на этот вопрос могу включить и вопрос Как поживает моя лепка, которая никак уже не поживает Несмотря на то, что мне очень понравилось лепить Для меня это действительно было прям отдушиной Я перепрыгнула с лепки потом на еще какое-то увлечение И после этого в итоге я пришла к вязанию И это я все к чему говорю Мне кажется, что когда ты прыгаешь с одних увлечений на другие То это означает, что ты просто еще не наткнулся Или не наткнулась на то, что тебе действительно нравится И что 100% тебе подходит Я думаю, что нужно просто отпустить это И действительно попробовать очень много всяких штук Которые по итогу приведут тебя к тому, что тебе нравится И в чем ты будешь развиваться дальше И в чем ты будешь очень хорош или хороша Я с этим знакома Я человек, у которого все меняется каждую неделю У меня жизнь просто с ног на голову постоянно переворачивается Если бы вы знали, сколько профессий я перебрала за всю свою жизнь Вы бы обалдели Расскажи о любимом завтраке Сначала я очень любила овсяноблин Прекрасный, шикарный У меня есть видео, где я показываю рецепт этого овсяноблина Я его обожаю Второй завтрак, который я недавно для себя открыла Это омлет Два яйца Чуть-чуть молока Грибы Сначала пожарить Шампиньоны Все это залить вот этим вот омлетом И сверху чуть-чуть сыра Это очень вкусно Я люблю грибы Да, обожаю Но вы можете заменить грибы чем угодно В принципе Можно заменить на какой-нибудь хлеб С хлебом тоже очень вкусный омлет И третий завтрак Это йогурт Чуть-чуть творог Я беру обычно обезжиренный Потому что мне кажется, что он самый вкусный И инжир Инжир порезать кубиками Вуаля Лучший завтрак в вашей жизни Я просто обожаю инжир Аааа Я забыла У меня есть четыре любимых завтрака Четвертый Это шарлотка Но это исключительно осенний завтрак Топ аниме и дорам Трудно с аниме Потому что аниме я не смотрела очень долго Потому что я применяла аниме на дорамы И мне не стыдно Я бы выделила Винченце Естественно Дальше Я буквально вчера досмотрела Love Alarm на русском уведомлении любви Прекрасно Но я подозреваю, что мне понравилась эта дорама Только потому, что я смотрела абсолютно взахлеб И не делала паузы Если бы я ее смотрела, например, как сезон и сезон То есть с промежутком То, скорее всего, она бы мне не так сильно понравилась Потому что есть, конечно, очень много ляпов И очень много несостыковок и странных штук Вообще мне непонятно, зачем они так сильно намудрили Но там красивые корейцы Еще мне очень нравятся дополнительные занятия Очень хороший сюжет Единственное, конечно, наверное, меня немножко расстроила концовка Потому что она была... Бааа Непонятная чуть-чуть Мне очень понравилась актриса, которая играла главную героиню Мне понравился актер, который играл главного героя Супер Вообще Конфетка Я его увидела потом в It's Have One Class И мне не понравился It's Have One Class Я вообще не понимаю, кому он нравится Мне не понравилось по многим причинам Во-первых, супер предсказуемый сюжет Во-вторых, супер неправдоподобный главный герой С непонятной абсолютно мотивацией И эта мотивация, она взята, видимо, просто потому что сценаристу надо было И мне нравится Ты тоже человек Восторг Я уже говорила об этой дарами в каком-то из своих влогов Но я просто плакала на каждой серии Это я ела стекло прям вообще не по-детски абсолютно Но это было прекрасно В целом, да Я бы, наверное, оставила вот этот список Потому что это из последнего самое любимое И в целом то, что в первую очередь вспомнилось Поэтому как-то так Любишь вести списки в стиле Что почитать, что посмотреть? Если да, то поделись последним Да И я уже на Патреоне у себя делилась списком дарам Которые я хочу посмотреть И которые я уже посмотрела Очень удобный трекер Который невероятно круто Организовывает, во-первых, работу мозга твоего Потому что там можно и прогресс посмотреть Можно и посмотреть, сколько длится одна серия И помимо этого, можно просто Основываясь на нескольких пунктах В стиле, сколько длится серия Где можно посмотреть И, например, какой рейтинг по кинопоиску Выбрать, что посмотреть дальше Поэтому, если вам вдруг интересно То ссылка на мой Патреон будет в описании И вы можете взять этот трекер И им воспользоваться Либо взять его и поменять, например Вся дорама на какие-нибудь фильмы Которые вы тоже хотите посмотреть Очень интересная штука, по-моему Твое окружение раздражает, что ты постоянно снимаешь со стороны Это хороший вопрос Но вообще, мне кажется, что нет Но мы можем узнать Иля Тебе раздражает, что я постоянно снимаю нас со стороны? Нет Честно? Не врешь? А, по-моему, чуть подбираешь Ну ладно Вот такой вот ответ Любимое украшение Абсолютно точно кольца У меня еще есть из последнего новый браслет Очень красивый Надеюсь, его видно И мне он очень нравится Я себя чувствую этой чердейкой Я бы, наверное, еще могла сказать, что очки Но у меня не так много очков, во-первых И, во-вторых, я до сих пор отказываюсь принимать тот факт, что я слепая И я не вижу вообще сейчас, что я снимаю, если честно Я вижу пятнами вообще весь мир Но я до сих пор хожу без очков Потому что я отказываюсь воспринимать это Как данность и как реальность Это стереотип, навязанный обществом Мои минус два Это ложь Я поступила в другой город Очень скучаю по родным Что делать? Мне кажется, что это абсолютно нормальная ситуация Потому что, когда я, например, уезжала в Литву Или я просто переезжала в другую квартиру Мне было невероятно тоскливо Но это вскоре проходит Потому что, во-первых, когда уезжаешь вообще в другой город И никого не знаешь То, естественно, очень тоскливо Потому что ты один Через какое-то время у тебя появляются свои какие-то друзья Свои тусовки Свои дела и так далее И так далее Ты вливаешься в обычный вот этот вот режим жизни Когда уже не так сильно грустишь И одиночество не так сильно тебя давит На самом деле переезжать Это, естественно, очень тяжело Потому что, помимо того, что тебя нету рядом близких Ты еще и должен учиться самостоятельно жить И мы опустим тот факт, что, естественно, нужно идти на работу Нужно, не знаю, стирать свои вещи и так далее Очень сильно давит вот это общение с самим собой Потому что мы очень часто не знаем себя На все сто процентов Когда мы переезжаем Мы начинаем не понимать, что мы на самом деле хотим Что мы любим, потому что мы просто об этом раньше не задумывались Мы учимся, мы адаптируемся И потом станет гораздо-гораздо легче Вот, не переживай Какой общественный транспорт любишь больше всего? В последнее время я поняла, что я не люблю метро абсолютно Я всеми путями всегда пытаюсь его избежать Я люблю, наверное, трамваи Наверное, вот трамваи самые такие вайбовые Потому что ты просто сел, просто едешь Думаешь, господи, хорошо И говоря об общественном транспорте Я не могу не ответить на следующий вопрос Какую машину хочу я себе в будущем? Я полный BMW-клуб Мне не очень нравятся новые ребрендинговые И они недавно выпустили новую какую-то электрокар Которая выглядит просто отвратительно Я подумала Что вы делаете? Мне нравится и копейка, мне нравится и пятая, и шестая, и третья Да мне все нравятся Но я недавно поняла, что я влюбилась в трехдверные машины Volvo C30 Это любовь Потом я осознала, что Volvo C30 хрен найдешь Потому что, ну, там, типа, пять предложений по Петербургу Я подумала Ну, это, конечно, невыполнимая задача абсолютно И в этот же день я увидела Kia Ceed Тоже трехдверную В таком красивом цвете Господи Я обожаю машины Мне так нравятся они Я недавно шла домой Под дождем С отвратительным настроением Я перехожу дорогу И вижу, как останавливается перед пешеходным переходом Очень красивая Черная Такая прям лакированная BMW Шестерка какая-то Нет, пятерка, по-моему И она на меня смотрит Я просто поворачиваюсь в сторону дома Иду дальше Начинаю плакать И вот на такой приятной Хорошей ноте Я заканчиваю этот вопрос-ответ Я надеюсь, что вам понравился этот видос Я еще раз хочу вас поблагодарить за Такой невероятный фидбэк За все поздравления, которые вы мне присылали По поводу 100 тысяч За то, что Вас, блин, 100 тысяч Бам Так что да Подписывайся на мой инстаграм На мой канал Ставьте лайк на это видео Делитесь им с друзьями Чтобы настало вдруг Случайно не 100 тысяч А целых 200 Вот это мы вообще всех убьем Я считаю И да До следующей пятницы Пока Я так устала быть женщиной Субтитры сделал DimaTorzok